Первый в Ненинском округе скалодром готовится к открытию, а руководит строительными работами по возведению стены для скалолазания мастер спорта международного класса. За работой наблюдала наша съемочная группа. Сергей Шамулинкин собирает скалодромы на совесть. Каждую зацепку, куда опирается нога при лазании, проверяет на себе. Плохо привинчено и сразу же укрепляет. На таких стенках, собранных его руками, тренируются спортсмены в Ханты-Мансийске, Москве и даже Норвегии. По словам мастера, скалодром универсальный. Перемещая зацепки, можно менять сложность трассы. Это стенка для занятия болдрингом. Лазание без веревки. Здесь будет толстый мат. Сейчас мы его пока не положили. Надо будет лазать без страховки, только над матом. Не надо ни веревку, ничего. Можно тренироваться, можно сказать, любого уровня спортсмена подготовить для этого вида. Сергей влюбился в скалолазание еще школьником. С тех пор тренируется практически каждый день. За всю жизнь на таком стенде с маленькими ступенями намотал сотни километров. Теперь такая возможность будет у наринмарских ребят. В декабре 2014 года в округе зарегистрировали федерацию скалолазания. Председатель спортивной организации Ксения Лямец уверена, скалодром будет востребованным. По соцопросу школьников детям этот вид спорта интересен. Поэтому мы, можно сказать, по просьбе всех желающих сделали вот такой вот стенд скалолазный, чтобы была возможность заниматься и развиваться. Он тренирует, как в детях, как в любом человеке, смелость, отважность, преодоление каких-то своих внутренних комплексов. Одной из первых попыталась преодолеть свои страхи маленькая Ника. Такой веселый. Давай, прыгай. Прыгай. Отпускай руки. Отпускай руки. Как тебе? Сложно было? Конечно, на такую высоту залезть. Для занятий уже закуплена специальная обувь – скалолазные туфли от 34 до 41 размеров. У стенда осталось расстелить маты и можно приступать к занятиям. Они начнутся в новом учебном году. Валентина Чебичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север».